Всем добрый день, с вами Айден, и сегодня со мной произошла безумно интересная история. Я попал в свой сон. Иными словами, я испробовал на себе осознанные сновидения, наконец-таки. И сегодня я вам расскажу о том, как всё это было и до чего это довело меня. Осознанные сновидения — это такое состояние, когда ты во сне понимаешь, что ты сейчас спишь, и при всём при этом ты можешь делать всё, что угодно. То есть это некая, знаете, такая... такой рай в вашей голове. Вы можете летать, вы можете ходить, бить кого-то, я не знаю, трогать, ощущать объект. Если хотите подробно и кратко об этом узнать, то нажмите сюда. Я снимал целых два ролика и пытался тогда уже вызвать это осознанное сновидение, но мне ничего не получалось. И сегодня у меня всё получилось, и выгадайте, как? Правильно, совершенно, случайно. Я пришёл с университета, включил какой-то ролик на ютюбе, длящийся там 30-20 минут, и лёг на кровать немножечко подремать. И никто и не догадывался, что это желание подремать вызовет состояние осознанных снов, которое я хотел, пытался вызвать всякими способами, разные внушения, способы засыпания, просыпания, и ничего у меня не получалось. И вот, прикиньте, сегодня это получилось. Итак, что я увидел во сне? Я очутился в какой-то довольно-таки современной комнате. Я рассмотрел её по сторонам. Были зеркала, это я точно помню. И всё очень сильно расплывалось. И тут мой мозг такой, чувак, походу ты сейчас спишь, но я вкусил, что ты, короче, спишь, и что это сон, но я понимаю, что это сон, поэтому, пожалуйста, ощущай всё вокруг. Ха! Это было реально очень круто, я чувствовал, как я стою на полу, но при этом вокруг был жуткий-жуткий гул, очень неприятный. Я не понимаю, с чего он был взят. Скорее всего, это интро-шумы, которые были слышны с моего компьютера, когда играл YouTube. Я всеми силами старался заставлять свой мозг не просыпаться, потому что мне очень хотелось посмотреть, что и как здесь вообще устроено. И тут я решил посмотреть на свою руку. Согласен, желание совершенно дебильное, когда ты находишься в осознанных сновидениях и можешь здесь летать, ходить в магазины и тырить там еду, а я просто посмотрел на руку. Однако поднять руку, чтобы увидеть её перед собой, было дико трудно. Я всеми силами старался её поднять вверх, но потом я понял, что тут такое не работает. Здесь мы не мышечной памятью должны руководствоваться, потому что мы спим там на самом деле и не можем никак двигаться, а нужно именно заставлять свой мозг сделать так, чтобы ты увидел свою руку. Я старался всеми силами, и всё-таки я её увидел, но ощущения при этом были не из приятных, знаете, я не знаю даже, как объяснить это состояние, то есть я поднимаю руку и чувствую... Вот, короче, когда вы вот так вот руку держите долго, она у вас затекает, бывает такое, особенно ночью, когда спите, то такие же потом покалы, вы не знаете, какая-то такая вот рука немая становится сразу, неприятно, короче, было очень. Кто любит смотреть ролики не сначала, подумает, что я описываю свой первый опыт знакомства с наркотиками. Нет. В смысле, этого опыта не было и не будет. Я решил сделать один шаг, приказал это сделать мозгу, и вы просто не представляете, насколько этот шаг был труден для меня. Абсолютно. То есть, если вы в обычной жизни шагаете, и в принципе нормально, ничего какого-то дискомфорта не ощущается, то как только я сделал шаг, он, знаете, словно примагнитил мою ногу к полу. Как будто я не один шажочек сделал, а сделал этот шажочек с пятого этажа там, например. И вот я такой стою, мне, знаете, так лень уже делать следующий шаг, потому что я понимаю, насколько это будет реально сделать тяжело. И здесь я сделал то, о чем, в принципе, сейчас жалею. Я просто применил прием, которым пользуюсь всегда, когда хочу проснуться во сне. Он всегда работает, когда я вижу какой-то ужастик, когда за мной кто-то гонится. Изо всех сил трясу головой и тру глаза. И сразу же моментально просыпаюсь, как и, в принципе, в этом случае. В общем, как-то так. Но поверьте мне, ощущения незабываемые, и я постараюсь, если вы захотите этого, если поставите лайк, и мы наберем за неделю 500 хотя бы лайков, то я обязательно всю эту неделю буду пробовать еще раз выходить в состояние осознанного сновидения и стараться делать какие-то там действия, дела, и все вам рассказывать. Если вам понравился ролик, поддержите меня лайком, подпиской. Это бесплатно, а мне будет очень сильно приятно. Зарепостите себе вконтакте, пусть ваши друзья увидят, и напишите в комментариях, когда-нибудь вам удавалось осознавать себя во сне. А если нет, то что бы вы сделали, в первую очередь, попав в удивительный мир своих фантазий мозга. Я знаю, о чем ты подумал, мой друг мой. Да, ты тоже захотел водить УАЗик. Угу. В общем, ладно, с вами был Айден, давайте, люблю, пока. Субтитры сделал DimaTorzok